Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сейчас время уже 12, прикиньте, 12. Я встала так поздно, но зато я выспалась. Спала просто как младенец. И вчера я опубликовала для вас три видео. Надеюсь, что сегодня получится работать в таком же темпе. Хотя встала очень поздно, еще мне надо к стоматологу. Пока тут просыпалась, я всегда читаю комментарии. Там смотрю свою аналитику, сколько просмотров, кто что пишет. Это очень интересно. Конечно же, огромное спасибо вам за хорошие комментарии. Но тут есть и не очень. Многие тут пишут насчет того, что вообще часто, не только под этим видео, я замечаю комментарии, что пишут Айка, не всасывай еду. Я раньше даже не понимала, о чем идет речь. В смысле не всасывай, а как есть-то. Оказывается, людей раздражает этот звук. Я, конечно, вас понимаю, мои хорошие. Я стараюсь избежать эти моменты. Но, к сожалению, это происходит на подсознательном уровне. И как бы это не очень зависит от меня. То есть я просто так ем. Это как привычка, от которой я не могу избавиться. Меня лично она никаким образом не раздражает. Когда я смотрю других мукбанкеров, и они всасывают еду, как вы говорите. То есть мне параллельно от этого, но я понимаю, что кого-то это раздражает. И почему-то люди думают, что я это специально делаю, чтобы вас раздражать. Конечно же, такого нету. Но с чем мне оно надо? Просто это привычка, которая у меня есть достаточно давно. И как бы я не знаю, как по-другому кушать просто. Сейчас буду делать макияж, и надо решить, с чем именно я буду его делать. Возьмем тон от NYX. Но его я буду использовать точечно, потому что он очень-очень плотный. Прям как замазка. Дальше здесь у меня есть новая помада от GOSH, которую я ни разу не использовала. Вот, купила где-то недели две назад. Надо затестить, посмотреть, какая она в использовании. Возьму этот супер белоснежный хайлайтер. от Revolution. Он просто обалденный. Я обожаю вот эти упаковки. Сердечки так мило смотрятся. Возьму вот эту палетку от Revolution. Я ее люблю. Там очень много нюдовых оттенков. Прям самое то. И возьму румяшки. Мои любимые от Sleek. Вот эти вот. Что еще нам нужно для макияжа? Для оформления бровей у меня палетка в косметичке есть. Макияж. Макияж. Благоу. Макияж. Аминь. Тихо. Макияж. Макияж. Но я не знаю. Я бы не знаю. Макияж. В процессе макияжа просто обожаю пить горячий, душистый, ароматный чай. Несмотря, кстати, на то, что я уже сделала заказ в моем любимом Макдональдсе, взяла себе Цезарь Ролл и буду снимать Мук Панк. Но, несмотря на это, нужно обязательно попить горячий чаечек и сделать макияж. То есть я не всегда сажусь снимать Мук Панк именно голодный. Мук Панк. Мне кажется, что сейчас такие кофточки везде есть. Везде можно найти, посмотреть можно даже в Макдональдсе, мне кажется. Там много чего можно найти такого. Вот, это сейчас очень модно. Поэтому надо искать. Походу карантин не объявляют, рестораны не закрывают. Вон, что-то какая-то новость такая ходит. Ну все, макияж готов. Прическа вроде тоже получилась какая-то фигня на самом деле. Я вчера просто искупалась и легла спать. И всегда, когда я так делаю, на утро у меня просто шухер. Еле выпрямила вот здесь, потому что уже Макдональдс привезли, а я вроде как не успеваю. А еще я затестила новую помаду от Гош. Вот так вот она выглядит. Ну просто обалденная. Посмотрите, как классно мне идет. В тюбике, кстати, цвет выглядит почему-то намного темнее, чем на губах. Это 0,10 оттенок. Купила я эту помаду, по-моему, за 13 монад. Она просто обалденная. А тем временем мне уже привезли Макдональдс вкусняшки. Сейчас сяду снимать видео для вас. И мамин чай зеленый. Она всегда пьет его. Он хорошо очищает организм, да и вообще просто полезный. Всегда мамок с кружкой чая. Вот когда я ее не увижу, либо это обычный черный чай с какой-то конфеткой, либо вот зеленый. Помните, я вам раньше говорила, что в кадре черный цвет смотрится просто ужасно. Видите, как отсвечивает мне лицо? У меня такое ощущение, что у меня лицо белое. Все потому, что на этих камерах Canon есть светокоррекция, а кофта у меня черная. Поэтому как бы так получается. Поэтому никогда и в мукбанках я стараюсь никогда не надевать черные вещи. Да и вообще я вам рассказывала, что на Доме 2 запрещают носить черное. Потому что это в кадре выглядит как черное просто пятно. Я отсняла для вас мукбанк. Вроде как получилось хорошо. Его еще надо смонтировать. Но у меня появилась идея снять тикток, который я удалила. Пришлось его удалить. Причем два раза пришлось его удалить. Сейчас я засниму новый. Причем, вы знаете, он сразу набрал 40 тысяч и мне пришлось его удалить. Прикиньте. Ужас, ужас. Вот так вот и живем. Вот так вот как-то и живем. На мукбанке у меня была идиотская прическа. Я потом заметила, что она ужасно смотрится. Я всегда говорю себе, Айка, не ложись спать с мокрой головой. Потому что потом получается вот так вот. И на это все нужно время, чтобы это выпрямить. А еще я сейчас общалась с Жоли. И она нашла очень хорошую идею для съемок. То есть мы в последнее время с Жоли решили, что мы будем развивать наши инстаграмы. Вот эта последняя фотография, где мы сидим в этом. Биана Чоколад Хаус. После этого у нас появилась идея делать классные фотографии. Я хочу как-то развиваться. Хочу красивые эстетические фотографии. Но не все мне нравятся, если честно. Мне очень нравятся фотографии Оксаны Самойловой. Я не понимаю вот эту тему с пресетами. Типа делают такие блеклые фотографии. Я такой не люблю. Для меня идеальный инстаграм. Это инстаграм Оксаны Самойловой. Вот она делает фотографии прям бомба. Прям пушка. Они у нее такие яркие, классные. Но пока что до нее мне очень далеко, конечно. Но я как-то тоже хочу соответствовать. Как-то я, например, получаю просто кайф, когда вы мне пишете, что вот, Айка, ты начала по-другому одеваться. Ты такая молодец. Я понимаю, что, оказывается, вы были правы. Действительно, когда я смотрю свои старые видео и смотрю на свой прикид, я думаю, бог мой, что за колхоз? Что за колхозье утро? Вот так что пишите. Я как бы не обижаюсь. Мне наоборот как бы приятно, что я меняюсь. И фотографии это в инстаграме всем так понравилось. Там уже было 9 тысяч лайков. Это круто! Мои истории в инстаграме смотрят 25 тысяч человек. И на фотографиях на некоторых даже 10 тысяч лайков, прикиньте. Половина поставила лайк. Это же круто! Смонтировала видео, почистила зубки. И сейчас мне к стоматологу. Очень интенсивно чищу зубы и всегда использую вот такой вот спрей любовный для рта. И свежее дыхание вам обеспечено без жвачки. Крутая вещь мне очень нравится уже, которую покупаю. Я просто обожаю свои влоги пересматривать. Особенно через год или через полгода, как я говорила, о чем я думала. Все настолько меняется. Поэтому буду стараться почаще снимать влоги чисто и для себя. Это в какой-то степени как будто ты ведешь свой дневник. Просто электронный. Вышла от стоматолога, еле разговариваю. Весь рот онемел. Но зато было бы вообще в этот раз не больно. Кто-то написал. В общем, иду домой. Погода обалденная. Продолжение следует...